Здравствуйте, в эфире новости. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев с целью ознакомления с ходом социально-экономических реформ и реализации крупных проектов на местах находится в Наманганской области. Накануне глава государства посетил ряд районов региона, ознакомился с проводимой созидательной работой, а также с проектами, нацеленными на обеспечение занятости и благосостояние людей. Первым на маршруте руководителя страны была одна из самых отдаленных территорий Намангана – Папский район. Здесь раскинулись сады кластера Нуран-Уз. Этот адрес с особой отметкой инновационных достижений в агросфере. Это массив Чадак Папского района Наманганской области. Трудно представить, правда, что здесь какое-то время назад, не так давно, была пустыня. До сих пор земля с песком, с камнями, но знания, инновации, и самое главное – свободу предпринимательского мышления изменили многое. Посмотрите, вырос абрикос, он продолжает расти. Здесь арбузы. С этой стороны дыни, вот мы маленькую даже можем увидеть, сейчас растет, большие с той стороны. Здесь болгарский перец, помидоры. То есть все это одновременно появилось здесь за 70 дней. Здесь реанимировано 247 гектаров, разбитые сады. Солидная цифра, но это лишь начало, первый этап. После завершения уже последующих этапов по плану в 2022 году будут освоены 1455 гектаров, а в перспективе и вся территория, выделенная под проект – 1885 гектаров. В беседе с почтенными жителями области руководитель страны рассказал о высокоурожайной методике, практичном подходе к земле и подчеркнул, что в других регионах, в Самарканде, Андижане, у нас есть, так скажем, культурные земли, поливные, за которыми постоянный уход. Но там трудно достичь такого эффекта, какой несут знания и технологии, примененные в этой некогда степной местности. Когда есть возможности, потенциал, есть воля, подчеркнул президент, будет результат. И предприниматель это доказал. Пандемия и кризис, связанный с ней, затронули даже самые развитые государства. И это показало, кто на что способен. У нас одна цель – чтобы народ был доволен. Смогут ли этого достичь нынешние руководители? Если да, то это будет свидетельством, что они достойны. Можно строить большие предприятия, налаживать большие производства. Это тоже необходимо. Но чтобы народ на деле был доволен, нужно обращаться к самым простым людям. Нельзя сказать, что нас раньше не волновал этот вопрос. Мы всегда стремились, но, как говорится, руки были коротки. Возможности не было. Людям надо помочь в их родных селениях, создать рабочие места, инфраструктуру. Нужно условия создать для жизни. Мы должны вселить надежду, веру в завтрашний день каждого человека. Обеспечить это – это наша самая большая цель. Важно, что здесь, в Намангане, есть возможность выращивать экологически чистые продукты. Не везде встретишь такой воздух, такую воду. Но самое главное – это то, что наманганцы сами поняли, что, оказывается, можно же делать такие проекты. Реально же выращивать такие фрукты, такой урюк в такой пустыне. И этого достигли простым трудом обычные сыны своей родины. И люди должны увидеть доказательства, что если каждый будет трудиться, будет результат. С такими возможностями у нас нет права быть бедными. Если стараться, то все изменится. И в других местах предприниматели должны проснуться. Сидя дома, никто никогда не достигал результатов. Постоянный труд и стремление принесут плоды. Пустыня и хотели создать оазис пустыни. Первым делом начинали с анализа почвы и отправили во Францию. Почва чистая. Вот потом 10 месяцев мы этот проект готовили. Изучили местность и решили сажать бахчевые культуры и абрикосы. Что за сорт? Сорт американский, называется холор. Очень вкусный цвет, очень богатый. А почему американский? В чем разница? У нас тоже с арбузами есть. Урожайность можно получить до 120 тонн. В год? За сезон? За сезон, да. Обычные, вот наши арбузы, сколько урожайности? Традиционные, значит, получают где-то 40-50 тонн в среду. Но так как это капельное орошение, так как здесь соблюдается 100% технологии, мы уже получили с поля 70 тонн первый урожай. И тут сейчас второй урожай идет. Мы будем еще получать где-то 60-70 тонн. В общем, за сезон мы рассчитываем на 130-140 тонн. Это очень большие цифры. Урюк, значит, испанский у нас. Тут идет ряд абрикосов, саженцев. И мы на две стороны посадили. И с этим, вот в традиционном месте, люди сажают около 6-8 тысяч саженцев на гектар. Мы тут посадили 12 500 саженцев на гектар. И с этим мы получили два раза больше урожая. В чем разница? У нас тоже произрастает. В чем разница? Во-первых, мы получаем уже в следующем году с одного саженца где-то 5-10 килограммов плода. А с обычного? Уже на 4-5 год. Наманган имеет свою специфику, а значит и свой путь развития. И отрадно, что сегодня реализуются такие проекты. Ведь продукция – это хорошо, сказал руководитель страны. Экспорт – это отлично. Но самое главное, вокруг вскоре появится инфраструктура. Условия жизни, дороги. Ведь продуктивные проекты всегда дают импульс развитию. Да, для Намангана долгое время была главная проблема – вода. Сейчас пробурили артезианскую скважину на глубину 180 метров. Кстати, первую из пяти запланированных. Именно столько необходимо, чтобы оживить 1885 гектаров земли, которая 40 лет не поливалась. На этом, кстати, новинки не заканчиваются. Здесь установлена мини-метеостанция, подключенная к общей системе управления поливом. Она реагирует на изменения погоды, дает сигнал. Проще говоря, если будет дождь, система орошения отключается автоматически. Земля не получает слишком много влаги. А это также залог богатого урожая. В итоге, когда все три этапа будут реализованы, планируется экспортировать высококачественную продукцию на 10 миллионов долларов. Здесь же состоялась презентация проектов в агросфере. Сегодня для каждого района проводится изучение потенциала. Определяется его сельскохозяйственная ориентация, в том числе с задействованием приусадебных хозяйств. Так вот, здесь рассказали президенту об уже проделанной работе и перспективах. Главон государства, ознакомившись с запланированным, дал свои рекомендации и подчеркнул, что при реализации таких социально важных проектов необходим современный подход. Важно пересмотреть систему работы, привлечь кадры. И движущей силой этого станут знания, наука, технология. Иначе результата на деле не добиться. А ведь речь идет о направлении, способном создать тысячи рабочих мест и принести достаток семьи. В сельском хозяйстве Узбекистана самая большая проблема – это вода. Но при том, что с 60% воды можно увеличить сегодняшнее производство в два раза. Мы привыкли говорить – воды нет, воды нет. Но кто за 30 лет наладил капельное орошение? Не смогли. Почему? Было невыгодно. Богом дано, а человек не справился. Если этот сад не будет приносить выгоды, кому он нужен? Не нужно дожидаться, пока поспеет абрикос. Есть же интенсивный уход. И еще внизу под каждым деревом есть 2-3 метра пустующей земли. Вот я имею в виду, можно посадить туда морковь, лук или картофель. Поэтому хакимы районов должны меняться. Сам район должен меняться. Экономика района должна меняться. Нужно принимать меры по увеличению доходов людей. Это система, открывающая на практике новые грани и возможности нового Узбекистана. Здесь же глава государства остановился на важности нового подхода в работе представителей средств массовой информации, журналистов. Поздравляю с праздником деятелей СМИ. Каждое ваше слово идет в поддержку, дает силу людям. Государство, нация, которые создадут все условия для средств массовой информации, наладят диалог с ними. Не прогадают. Ведь какими были наши СМИ 3 года назад и какими они стали сейчас? Какое общение с ними людей? Какое доверие появляется к ним? Вы честно рассказываете народу наши недостатки. Это самая большая сила и мощь нашей политики сегодня. Пользуясь случаем, хочу выразить вам свою благодарность. Я буду благодарен вам, если вы, говоря с народом на одном языке, с точки зрения справедливости, будете возрождать в людях веру в завтрашний день. На высоком холмистом массиве Чартакского района, который не использовался вот уже 20 лет, для обеспечения занятости молодых семей совсем недавно было начато строительство 1000 теплиц. По две сводки каждая. Этот адрес и стал следующим местом посещения главы государства. Во время прошлогоднего визита на Манганскую область президент дал поручения по трудоустройству безработных, нуждающихся в социальной защите семей и обеспечению их стабильным источником дохода. Во исполнении этих задач Хакимят области совместно с Министерством занятости и трудовых отношений реализует проект «В одном месте – 1000 теплиц». На сегодняшний день возведено уже 800. К концу июля будут готовы и оставшиеся 200. Общая стоимость данного проекта, реализуемого путём создания кооперации, обществом с ограниченной ответственностью Golden Nuts на Манган Агротамарха Хазмата, составляет 13 миллиардов сумм. Руководитель страны в первую очередь акцентировал внимание на то, насколько важен был данный проект по обеспечению трудоустройства местного населения. С началом реализации нового инициативы был сформированный список семей, молодёжи, нуждающихся в социальной поддержке, а также граждан, вернувшихся из-за рубежа. Теплицы им были предоставлены на льготной основе. Сегодня они уже приступили к работе и намерены получить хороший доход уже с первого урожая. Президент Шавкат Мерзиоев дал рекомендации по расширению деятельности, что послужит увеличению рабочих мест. «Наши люди должны почувствовать результаты реформ», – сказал глава государства. «Нам нужно создать систему, которой они будут довольны», – отметил президент. В ходе посещения нашего президента в Чартаковский район он дал нам основные два поручения. Это, во-первых, ещё большее создание вот таких же тепличных хозяйств с целью создания новых рабочих мест. Сделать ещё таких же тепличных хозяйств на 10 тысяч новых рабочих мест. Раньше у нас не было механизма финансирования. И сейчас вот здесь тот слой населения, который нуждается в помощи, социальной помощи нуждается. Мы теперь можем предоставить и земельные участки, и также самое главное – финансирование в виде субсидий и льготных кредитов. И кроме этого создание в этом же районе ещё новых кооперативов по пчеловодству, кролиководству и других видов, которые есть требования среди населения. И на это тоже выделяются отдельные субсидии и также другие необходимые все помощи. Для получения хорошего урожая необходимо вовремя проводить агротехнические мероприятия. Требуется особый уход за саженцами. Это хорошо знают и опытные агрономы, которые были также привлечены к работе. Они будут контролировать весь процесс и давать необходимые советы молодым семьям в выращивании сельхозкультур. Ну а для проведения аналитических исследований почвы задействована мобильная лаборатория. Наш центр оснащён современным оборудованием. Анализы проводятся, наши экспресс-методы, для улучшения качества плодородия нашей земли, нашей почвы. Чтобы фермеры уже могли по результатам анализов узнать, какие нужно добавить удобрения. Но это всё делается для улучшения качества земли, состава земли. Продукция будет выращиваться с применением метода капельного орошения, проверенного годами. На восьми сводках разместился склад для хранения плодовочной продукции. Уже к концу этого года планируют получить около 4 тысяч тонн урожая. Помогут населению и с реализацией продукции. В рамках проекта Министерством занятости и трудовых отношений также организован моноцентр по обучению аграрным профессиям членов социально уязвимых семей. Ежегодно в центре более 2 тысяч безработных будут обучаться по таким профессиям, как лимоноводство, кролиководство, пчеловодство, рыбоводство, животноводство. Сделано все необходимое для повышения науков населения в области сельского хозяйства. Вот так благородные идеи воплощаются в реальность. Буквально месяц назад здесь не было абсолютно ничего. И сегодня эта территория в 36 гектаров стала постоянным источником дохода тысячи семей местного населения. Проводимые работы в данном направлении служат повышению доходов семей, обеспечению благосостояния и занятости населения, наполнению рынков качественными сельскохозяйственными продуктами, сохранению стабильности цен. Состоялась также презентация проектов по сокращению бедности, обеспечению занятости в области интенсивного садоводства, животноводства и переработки молока. Реализация этих проектов позволит создать сотни новых рабочих мест. Учкурганский район, река Нарын. Успехи местного ревхоза здесь не по щучьему велению. Специалисты предприятия и собственного опыта знают. Хотя труд в этой сфере наука сложная, но перспективная. Если построено с умом. Обо всем актуальном поговорили сегодня и с президентом. На протяжении многих лет о системном и научном подходах к сфере говорить не приходилось, а значит получать и необходимый тоннаж продукции, развивать потенциал отрасли. Сегодня рыбоводство, прибыльный бизнес, а занятым в нем работникам предоставляются определенные льготы. По мнению главы государства, необходимо увеличивать возможности отрасли, внедрять в нее инновации, больше выращивать рыбу в передгорных районах, увеличивать экспортный потенциал. Популярен сегодня так называемый интенсивный метод выращивания. Во время визита в Наманганскую область в 2018 году президенту представили проект данного предприятия. В прошлом реализовали. Годовая мощность предприятия сейчас составляет 1500 тонн рыбной продукции. Здесь на основе европейского опыта интенсивно выращивают редкую рыбу форель. Икру и корм везут из Дании и Германии. В основном рыба обитает в пресной и обогащенной кислородом воде. В пруды рыбного хозяйства она поступает из реки Нарын и вытекает обратно, что гарантирует экономию бесценного ресурса. От икринки рыба взрослеет год-полтора. На пяти гектарах рыбхоза есть закрытые пруды для инкубации, затем выращивания мальков, а также 66 открытых прудов. Руководителю страны рассказали, что создано 100 новых рабочих мест. С полным запуском предприятия появится возможность производства 2000 тонн мальков. Это цех по производству мальков. Сюда рыба поступает из инкубационного цеха. Следующий этап их здесь откармливают до 4-7 граммов. Вначале они, конечно же, в размере 500 миллиграммов. Откармливаются они специальным кормом, привезенным из Германии. И предприниматель в качестве эксперимента пробует выращивать лосось также. Более богато на аминокислоты, омега-3 и 6. Следующий этап их развития уже выход на открытые пруды, на специальные лотки. А это уже те самые открытые пруды. Их здесь 66. Рыба здесь растет в естественной для себя среде, в воде, пресной воде и обогащенной кислородом. Кроме того, данная рыба, чтобы набрала вес 1,5-2 килограмма, необходимо времени где-то 1,5-2 года. Интересно то, что на данный вид рыбы за рубежом и на внутреннем рынке спрос очень велик. На сегодняшний день продукция поставляется на рынке в мороженом, малосоленом виде, горячем копчении, холодном. То есть в полезном фосфоре дефицита нынче особо не наблюдается. И все же увеличить количество рыбных хозяйств очень важно, сказал президент. Не последний вопрос. Должная организация производства кормов и вопросом сразу займутся ответственные лица, которым Шавкат Мерзиоев дал поручение. Форель специалисты называют королевской рыбой. Она богата фосфором, жирными кислотами омега-3 и 6. Употребление ее мяса предотвращает заболевания кровеносной и нервной системы. Хорошо питает мозг. Поэтому спрос на мясо в мире всегда высокий, что мотивирует и на развитие экспорта. До конца года предприятие планирует поставить 300 тонн продукции на рынки Сингапура и России. Сам объект мы начали осуществлять с 2018 года. С 2018 года за два года этот проект начал генерировать воспроизводство форели. Конечно же, форель сама по себе рыба очень ценная. И в таком промышленном объеме, именно в промышленном воспроизводстве, это единичное хозяйство. Можно сказать, это первое хозяйство республики. Кроме этого, с этого года начинает воспроизводство самой лосось. Лосось, как вы знаете, тоже очень ценная порода рыб, которая в республике практически у нас и нету этой рыбы. Она импортировалась раньше, эта рыба. Именно в промышленном масштабе лосось тоже начали воспроизводить именно в этом хозяйстве. Хотим осуществить 24 проекта на общую сумму 62 миллиарда сумм. Именно поставить там интенсивное рыбовоспроизводство. Сегодня руководитель нашей страны поставил несколько основных направлений для дальнейшей нашей работы. Значит, первое это направление, на что он просил обратить нас внимание, это на себестоимость продукции. Чтобы продукция была доступна для населения республики Узбекистан. Второе, то что он просил, чтобы мы осуществили, это создание здесь предприятия по производству кормов для форели. И третье, одно из основных направлений, он дал поручение, чтобы создали проектный институт. Чтобы был системный подход при осуществлении этих проектов. Чтобы данный проектный институт именно генерировал такого рода проекты для дальнейшего реализации именно с расчетами. Какие будут расходы, какие будут доходы. Поэтому в этом направлении необходим обязательно зарубежный опыт. Здесь же руководителю страны представили проекты по обеспечению занятости населения на Манганской области, сокращению бедности путем реализации новых идей в сфере животноводства, крыльководства, пчеловодства. Президент, в свою очередь, сказал о важности сделать все качественно, не гоняясь за сроками и продумав каждую деталь. На современном этапе большой потенциал в развитии промышленного сектора, создании новых рабочих мест, сокрытых в малых промышленных зонах. Их развитие у глава государства уделяет пристальное внимание. А потому на сегодняшнем маршруте президенту по Манганской области значился именно этот адрес. МПЗ Юксалеш, расположившиеся на площади в 117 гектаров. Здесь запланирована реализация 95 проектов общей стоимостью в 1 трлн 208 млрд сумм. 32 из них почти на 67 млрд сумм уже запущены. Руководитель страны детально интересовался отраслевой направленностью и технологическим потенциалом данных предприятий. Это выпуск строительных материалов, машиностроение и металлообработка, электротехника, текстильное и швейное производство. Рассчитана и практическая отдача данных индустриальных субъектов. Годовая мощность проектов – это производство продукции на 779,5 млрд сумм. На сегодняшний день данный показатель достиг уже уровня в 311 млрд сумм. Самое главное – это, по сути, ключевой ориентир реформ. Создаются условия для решения такого важного вопроса, как трудоустройство людей, повышение их доходов. Пример совершенно нового подхода в организации производственной деятельности – это предприятие с высокотехнологичными линиями, с которым сегодня детально знакомился президент. Общество с ограниченной ответственностью «Флаттайл» перспективным для себя определило направление стройиндустрии, точнее выпуск кафельно-керамической продукции. 125 млрд сумм инвестировали в проект собственных средств и банковских кредитов. Здесь, рассказали президенту, в год можно произвести продукции на 35 млрд сумм. Но на этом бизнес останавливаться не собирается. Производство планируют расширить. С этой целью реализуется второй этап проекта, завершить который намерены в четвертом квартале 2021 года. Принципиально важно, по мнению главы государства, ориентировать подобные мощности на экспорт. Именно внешние поставки должны стать важной статьей доходов предприятия. А еще необходимо активнее внедрять новые технологии, расширять ассортиментный ряд, создавать новые рабочие места. Подобные малые промышленные зоны, уверен президент, должны стать мощными опорами экономического, промышленного, инфраструктурного роста региона. А системная поддержка отечественного бизнеса, даже в непростых условиях противостояния пандемии, звучит в эти минуты, последовательно продолжится. На этом предприятии смонтировано современное оборудование, отличающееся высокими показателями экономии электроэнергии и газа, в том числе за счет установки энергоемких двигателей. По сравнению с оборудованием более раннего выпуска, данные линии позволяют снизить расход газа на 20%. Кроме того, весь процесс автоматизирован, сведены к минимуму ошибки в управлении. Уже осуществлена наладка технологических линий. Заранее был решен вопрос подготовки производственного персонала. Наманганские специалисты прошли обучение и сегодня могут оперативно управлять всем производственным процессом. Конкурентоспособность выпускаемой продукции, отмечает менеджмент компании, будет обеспечена в первую очередь за счет широкого использования местного сырья. Его в недрах Узбекистана, как известно, предостаточно. К примеру, каулин различных оттенков на предприятие будет доставляться с месторождения Ташкентской области. Полевой шпат из Кашкадари. Красная глина добывается здесь, на Мангане. Словом, статьи импорта компонентов сокращены по максимуму. Редко где можно найти такие богатые полезными ископаемыми недра, как в Узбекистане, сказал Шавкат Мирзиёев. У нас много возможностей и природных ресурсов для производства таких высококачественных продуктов. Но мы импортировали их. Почему? Потому что мы не занимались современными геологическими исследованиями, не проводили экспедиции, не применяли научный подход. Теперь пришло время правильно, эффективно использовать сырье, найти научно обоснованные решения для производства товаров, отвечающих современным требованиям. Будем выпускать кафель, керамические плитки. И наш объем будет в год 1,6 млн квадратов метров. 30% мы планируем экспорт сделать. Есть большой спрос на кафель. Очень рентабельный бизнес считается сейчас. Внутренний фасадный кафель будем выпускать. Самый максимальный объем у нас будет 6 на 60 сантиметров, а самый маленький – это 20 на 30 сантиметров. У нас будет 7 размеров. Глава государства ознакомился с выставкой продукции ряда предприятий, действующих в малой промышленной зоне. Представлена детальная информация о потенциале промышленного производства в Номанганской области, а также о запланированных на 2020-2021 годы инвестиционных проектов, проводимой работе по сокращению бедности, развитию самозанятости. Это не вчерашний Номанган. Создание 55 тысяч рабочих мест в очень короткие сроки, разработка проектов стоимостью в 13 трлн сумм, безусловно, принесут беспрецедентные изменения в регион, сказал глава государства. Президент Шавкат Мерзиёев, глубоко проанализировав каждый рассмотренный проект, дал указания и рекомендации ответственным лицам. Наша главная ошибка в том, что мы не ценим деньги. Мы должны использовать каждую копейку, выделенную государством, на поддержку предпринимательства, развитие инфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест с умом. Мы должны постоянно стремиться к снижению производственных затрат, в том числе транспортных расходов. Нам следует применять научные и инновационные подходы при решении каждого вопроса, отметил президент Шавкат Мерзиёев. Всход граждан Махали Арзу. Следующий адрес. Здесь президент ознакомился с работой, проводимой на основе концепции «Благоустроенная и безопасная Махаля». Арзу – одна из образцовых на Мангане. В ней проживает около 12,5 тысяч человек. В ходе знакомства с проектом, новой для нашей страны системой социально-экономического, геоинформационного мониторинга и цифрового управления на Мангана глава государства отметил, что самым важным вопросом является сокращение преступности. Цель новой системы – постоянное изучение социально-экономической ситуации в городе, ежедневный мониторинг, оперативное решение проблем на основе аналитических данных, переход на новый инновационный онлайн-метод управления, который высокоэффективен при принятии решений. В этой программе все индикаторы отображаются на мониторе через географическую карту. В частности, постоянно вводятся данные о населении, одиноких престарелых, учебных заведениях, рынке труда, инвестиционных проектах, бедных семьях, криминогенной ситуации. Это пилотный проект. Он сейчас работает в тестовом режиме. Здесь собираются все аналитические данные со всех организаций, которые будут интегрированы в данную систему, в онлайн-режиме, показывают все основные параметры социально-экономического развития. Мы постарались сделать так, чтобы вся информация собиралась на едином сервере, и она была доступна руководителям всех структур. На сегодняшний день у нас 615 одиноких людей. Есть такие случаи, когда они живут одни дома, и им нужна будет срочная помощь. Поэтому мы сейчас приобрели браслеты, специальный браслет, который одевается на руку. Если одинокой женщине, скажем, нужна будет какая-то помощь, она нажимает на кнопку. На ситуационном центре поверх всех окон появляется значок. О ситуации какой-то. Ситуационный центр моментально начинает реагировать. Когда им внезапно становится плохо. Они не успевают нажать на эту кнопку или позвонить кому-то. В этом случае, если им становится вдруг плохо, они присели или упали, браслет срабатывает автоматически. Появляется на красном фоне уже чрезвычайная ситуация. И это все интегрировано в геолокационную систему. Глава нашего государства обратил внимание на недостаточность работы секторов по контролю за преступностью. Должно основным лицам Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и Генеральной прокуратуры поручено изучить факторы, препятствующие обеспечению мира в махалях и разработать правовые условия для работы секторов. Были определены меры по расширению подготовки кадров психологов для работы с населением, устранению факторов, способствующих совершению преступлений. Далее были заслушаны доклады руководителей секторов области о проводимой работе по предупреждению преступности в городе Номангане. То, что в названии этого места будет присутствовать слово «легенда», видимо, невольно подсказала сама атмосфера, предвиденная ещё задолго до появления первых реальных очертаний парка. 155 гектаров фантазии воплотят проект «Долина легенд». Так его предложил назвать президент, и он очень понравился ему на презентации два года назад. Оригинальные решения главе государства представились весьма рациональными на этой территории. Вроде бы и именовалась она парком отдыха, но мало чем его напоминало. А берега местной речушки оставались какими-то бесхозными, лишь иногда становясь стихийными точками отдыха. Теперь тандем естественной природы и современных технологий должен превратиться в один из живописных адресов, чьё возведение глава государства лично посещал и после. Сегодня легенда со штрихами 21-го столетия и национального колорита вновь предстала взору у руководителя страны. Легенда на современный лад – это огромный комплекс из множества аттракционов, в том числе водных, а ещё ресторанов, автостоянок и изысканных стометровых музыкальных фонтанов, управляемых почти тремя сотнями роботов. А аквапарк на пяти гектарах может принимать и летом, и зимой любителей водных аттракционов, причём от мала до велика. Позже ансамбль дополнит и новые объекты – центр ремесленников, где устос могут представлять свою продукцию, реализовывать её, продвигать узбекский бренд в мире. Ведь много зарубежных гостей приедут сюда. Между тем прорабатываются технологии, которые обеспечат бесперебойное энергоснабжение территории, где будут возведены современные виллы, коттеджи. Одним словом, для Намангана с большим населением уютный адрес очень по душе. И решению вопросов занятости проект поможет тоже. Будет создано полторы тысячи новых рабочих мест. 600 специалистов уже при деле. Довольные предприниматели, имея возможность представить в торговых комплексах свою продукцию, в том числе богатый ассортимент фитобаров и собственных кладовых природы. А плодородная почва в речном русле – благодать для декоративных деревьев, что станет началом изумрудного пояса нового местного Эдема.